Одна девушка землю из-под ног у меня выбила. Пять лет прожили, и к соседу ушла. Вместе с верой в женщин Дмитрий потерял смысл жизни. Признается, что жить в бараке под тремя одеялами куда теплее, чем в объятиях прекрасного пола. Сегодня он трезвый и абсолютно вменяемый. Даже галантный, рассказывает, что работает на новом рынке, а живет в разрушенном доме за ТЦ «Пионер». Кто сейчас собственник-то его? Никому ничего. Пока действительно что-то криминального, наверное, не случится. А это соседи Дмитрия, которые не особо ему рады. Их позиция – снести барак. Тазики, ведра и картошка пропадают с их участков регулярно и бесследно. Хуже только пожары и оргии. С месяца назад там со средней двери вроде как девку выносили. Росгвардия подъезжает в Азик, приятного аппетита пожелают. Назад поехали. То есть мы культурно себя ведем. Местные жители рассказали, что неоднократно обращались в мэрию с просьбой снести злосчастный барак. Но пристанище для маргиналов остается в центре города. Отчаявшись, люди обратились в СМИ с вопросом помочь разобраться в том, в чьей собственности барак. Вариантов три. В муниципальной, то есть принадлежит городу. В частной, относится к торговому центру. Или РЖД. Пути железной дороги проложены совсем рядом. И в таких случаях существуют ограничения по санитарным зонам. Это частная территория. Там единственное, когда пионер строился, там был вопрос подключения к нашим коммуникациям. Ну, решили мы это. Известно, что этот и другие дома собственник пионера хотел расселить. А на их месте расширить парковку. Но есть юридический нюанс. На сегодняшний день ситуация такова, что дом принадлежит нам, но земельный участок нам не принадлежит. И есть определенные юридические сложности с оформлением в аренду этого земельного участка. Мы ведем с земельным комитетом диалог по этим моментам. Взять и снести дом нельзя. Определенные риски. Поэтому для собственника важно заключить сначала договор аренды. Но об этом ни слова не говорят в жилищном комитете города. В ответе на официальный запрос, в котором мы спрашиваем, чей дом и чья земля, специалисты на первую часть вопроса ответили четко. Дом принадлежит ООО «Малинвест». А вторую словно и не заметили. То есть умолчали насчет земли. Тут же условия такие себе. Ну, у меня нормальные условия. У меня и просто не есть. Все есть у меня здесь. И три одеяла есть. Три одеяла зимой не спасут. Холода мужчина проведет в спеццентре. Но на смену ему сюда нагрянет стая собак и школьники. Жители соседних барак у домов говорят, если его не снесут в ближайшее время, они готовы собирать подписи и направлять коллективные обращения в разные инстанции. Вплоть до президента. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. День с толком. День с толком. Продолжение следует...